привет друзья меня зовут кирилл и на моем лего техник канале сезон бетономешалок в самом разгаре сегодня я сравню официальный набор 42 112 со своей самоделкой ну и чтобы все это было интереснее делаем такое несерьезное соревнование и в конце выявим победителя но для начала давайте познакомимся с участниками в синим и темно-синим цветах представлен набор лего 42 112 масса 1030 грамм длина 42 сантиметра 1163 детали в красно-бело-черных цветах самоделка массой 1570 грамм длиной 45 сантиметров и количество деталей 2492 до в самоделке в два раза больше деталей и сравнивать эти модели нечестно но они сделали новые детали для барабана это тоже было нечестно так что поехали начнем с колесные формулы обычно такие автобетонные смесители имеют задний привод и в этом плане набор 42 112 соответствует реальным машинам колесная формула 8 на 4 задние колеса ведущие здесь мы видим пару дифференциалов моя самоделка очень похожа в этом плане также формула 8 на 4 и тоже стоят дифференциалы на задних осях по передним осям колесная база одинаковая но моя модель подлиннее плюс у меня на один стул больше расстояния между задними осями потому что у них соединенные рамки напрямую а у меня здесь еще идет проставка это соединение с несущей рамы чтобы сделать подвеску но про подвеску чуть позже таким образом за колесную формулу 8 на 4 оба набора получают по одному баллу в обеих моделях ведущие колеса подключены к макету двигателя в наборе лего это рядный четырехцилиндровый двигатель вот там вот его видно в кабине кстати может быть дырка в крыше специально была сделана чтобы наблюдать за работой двигателя что-то я об этом раньше не подумал но все равно его видно плохо не знаю бывает ли такое в реальности я про такое не знаю но вообще в технике бывает много необычных решений поэтому я не буду говорить что рядных четверок грузовиках таких огромных не ставят но тем не менее гораздо более часто встречаемый вариант это в 8 двигатель и именно такой двигатель стоит моей самоделки под кабиной вот так вот он выглядит не просто было его туда впихнуть чтобы еще и рулевое управление работало но тем не менее я его туда поместил за более реалистичный двигатель красно-белая бетономешалка получает второй балл и вырывается вперед подвеска в модели без электрики функция практически бесполезная но давайте поговорим и про нее не такая как у реальных машин здесь подвеска маятниковая но тем не менее она имеет неплохой ход и добавляет плавности при пересечении каких-то небольших препятствий у набора лего подвески нет все колеса жестко крепятся к раме поэтому счет становится 31 перейдем к рулевому управлению обеих моделей управляются первые две оси мы помним что в обеих моделях одинаковое расстояние между ними и в обеих моделях они поворачивают на разный угол поворота из-за того что здесь на один студ больше длина рычага угол поворота у самоделки немного больше но из-за того что модель длиннее радиус поворота модели получается примерно одинаковый ну и за реалистичную систему рулевого управления модели получают по одному баллу и счет становится 42 два рулевое управление это хорошо как у нас поживает руль в кабине помню набор 42 078 грузовик порадовал рабочим рулем здесь у нас с этим все гораздо хуже он просто сидит на крестовом коннекторе и не вращается вообще ни с колесами не без колес в то же время у красно-белой бетономешалки есть отличная дополнительная фишка это работающий руль в кабине и за это она получает дополнительный балл и разрыв увеличивается до трех очков настало время вспомнить что перед нами бетономешалки и чтобы они могли что-нибудь перемешать у них должен вращаться барабан для этого в обеих моделях есть раздаточная коробка в середине мы можем подключить барабан к ведущим колесам и он будет вращаться также есть возможность вращения барабана дополнительной ручкой самоделки система немного отличается но суть принципе такая же можно вращать барабан перемещая модель а можно вращать надо отключить идущие колеса да и теперь можно вращать барабан при помощи ручки в этом раунде ничья счет становится 63 но помимо того чтобы то надо перемешать его ведь надо еще и разгрузить и тут настает звездный час набора lego 4212 если нам удастся что-то положить внутрь этой бочки то достать это будет уже совсем непросто и все меняется когда в дело вступает бетономешалка от лего специально для реализации этой функции были созданы две вот эти огромные половинки барабана внутри получается винт архимеда и сейчас мы посмотрим как это работает я закидываю туда это не детали это бетон и и теперь подключаем ручку ручка уже подключена вращаем и детали постепенно высыпаются как и происходит в реальных машинах и тут безоговорочная победа счет становится 64 не советую делать это на столе я уже не знаю сколько у меня таких деталей за время съемок предыдущих роликов и этого укатилась думаю во время генеральной уборки я обнаружу огромное количество таких деталей где-нибудь по углам ну что ж с основными функциями покончено давайте посмотрим на дополнительные модели открываются двери в этой модели тоже кроме того самоделки открывается люк в крыше здесь принципе тоже есть люк в крыше но только он не открывается и я бы назвал это все-таки не люком а дырой ну и под конец надо поговорить про внешний вид модели не буду отдельно оценивать каждую мелочь давайте посмотрим на официальный набор здесь есть дыры кабине за кабиной на крыши кабины выхлопные трубы выходят ниоткуда из воздуха бак для воды очень странный такой узкий из боков ничем не закрыт в общем-то он не смотрится как бак для воды я бы сказал прикольно сделана система разгрузки такой желоб который можно убрать и который можно поворачивать в разные стороны фонари сзади боковинки ну сделаны так не заморачиваясь что одна что вторая есть фары спереди ну в общем то по большому счету все переходим ко второй модели сразу что он тут видим естественно тоже есть фары есть зеркала есть топливный бак детализированные арки за кабиной пространство тоже я постарался сделать есть у нас здесь лесенка с откидной ступенью башмаки чтобы подкладывать под колеса чтобы грузовик не укатился бак для воды вот так мне кажется он похож на бак для воды шноркель который я обозвал в начале выхлопной трубой извините не до конца разобрался здесь еще куча зеркал как у реальной машины дополнительный желоб запасное колесо ну в общем вы поняли какая модель выиграла я сейчас понял что упустил один важный момент это стоимость модели недавно делал обзор на бетономешалку 42 112 и там я назвал ее неоправданно дорогой в этой модели детали побольше редких деталей не очень много но например здесь есть 6 красных коннекторов каждый из которых сейчас на бриклинке бэушный стоит от 300 рублей дальше продолжать не буду победа достается синему автомобилю и на этом наши не серьезные соревнования подходят к концу и у нас есть победитель со счетом 96 побеждает красно-белая бетономешалка которую я сам и придумал вы на сегодня у меня все спасибо за внимание до скоро пока и и Редактор субтитров А.Семкин